Чума. Ее сгнившие костлявые руки вломились в каждый дом, протянулись сквозь каждую дверь, заползли под каждое одеяло. В 14 веке она вырвала в Европе братскую могилу и на грязном надгробии выцарапала черная смерть. За один только 1348 год в Европе от нее скончались 15 миллионов человек, а к 1352 году общее число ее жертв уже насчитывало 25 миллионов и это всего за 4 года. Именно эта пандемия отпечаталась в нашем коллективном сознании и теперь не найти человека, который ни разу бы о ней не слышал. Эта чума свирепствовала с 1346 по 1354 год, а потом надолго ушла с мировой сцены, но не исчезла совсем. Даже сейчас ей ежегодно заболевает около двух с половиной тысяч человек во всем мире, хотя от нее уже давно изобретено лекарство и даже вакцина, которой вот-вот уже исполнится 100 лет. Тем не менее мы все еще не можем стереть чуму с лица земли окончательно. На это есть свои причины, но об этом мы поговорим уже в другом ролике о чуме, он выйдет чуть позже. Вообще касательно всех новостей о выходе новых роликов вы можете следить в моем инстаграме. Настоятельно советую на него подписаться, чтобы не пропустить большой обзорный ролик о чуме. Ссылочка будет в описании. Но сегодня мы поговорим о великой лондонской чуме, о событии все же не менее драматичном. А знаете, что сделало бы лондонскую чуму действительно менее драматичной? Что могло бы скрасить пандемические будни любого чумного доктора? Добротное развлечение. Но, к сожалению, 17 век не мог похвастаться обилием таковых. А вот 21 век может. Так почему бы не воспользоваться преимуществом нашего времени и не поиграть в викингов? Настал час возглавить суровых северных захватчиков и отправиться в мир многопользовательской увлекательной онлайн-стратегии. Сеттинг севера и неукротимых героев-завоевателей — это край, где храбрые ярлы сражаются за место под холодным и безжалостным солнцем. Викинги — это не только стильная запоминающаяся графика, это еще и возможность выбирать снаряжение и стиль боя своей армии. В игре можно сражаться с другими игроками, захватывать города противника, строить здания, тренировать воинов и организовывать друзей на совместные походы. Если ты не волк-одиночка, то ты с легкостью можешь вступить в клан и вместе со своими друзьями сражаться с игроками со всего мира. Мне в викингах по душе именно эта сторона. Если ты только начал играть и еще не знаешь, что здесь к чему, ты без проблем можешь вступить в клан. И добрые люди тебе все расскажут, покажут и даже поделятся ресурсами, что в других играх встречается довольно редко. Ну и по традиции конкурс. Викинги разыгрывают всякую крутую технику и этот раз не стал исключением. Поэтому слушайте внимательно. Двое счастливчиков, скачавших викингов по моим ссылкам в описании и достигших максимального уровня дворца до конца августа среди остальных участников, получат возможность выиграть MacBook Pro. А также новехонький iPad и клавиатуру к нему за первое и второе места соответственно. Розыгрыш состоится 3 сентября. Каждый ваш переход по ссылкам помогает мне развивать канал. Качайте викингов по моим ссылкам в описании, участвуйте в конкурсе и ищите меня в игре под ником Нуни. Ну а я пока продолжу. Вспышка 1665-1666 годов не так прочно засела в массовом сознании, как она того заслуживает. Хотя по разрушительности она ни капли не уступает тем эпидемиям, что поражали Европу в 14 столетии. Всего за полтора года чума полностью опустошила 400-тысячный Лондон, сократив его население на 25 процентов. Да, цифра просто поражает. Всего за год с небольшим в пределах одного города чума уничтожила 100 тысяч человек. Все началось еще осенью 1664 года, когда поступило тревожное сообщение, что на Дрюри-Лейн какой-то странной болезнью заболело два человека. И так как власти в то время очень чувствительно относились к такого рода слухам, было решено провести расследование, в ходе которого и выяснилось, что эти люди погибли от чумы. Считается, что именно эти случаи положили начало эпидемии. Ну, по крайней мере, это были первые случаи, которые выявили официально. В те времена чума не была какой-то уникальной болезнью, и власти были отлично информированы о всех ее ужасах. И как только появлялись малейшие слухи о заболевших, предпринимались решительные и порой жестокие меры. И многих эти меры не всегда устраивали. Люди склонны были скрывать факт заболевания чумой, и эта практика была очень распространенной. Тем не менее, слухи множились. Хоть и официальные сводки были немногочисленны, в обществе нарастал страх. Даже несмотря на то, что слухи на некоторое время утихли, и люди стали поговаривать, что хворь ушла. Однако, спустя 6 недель поступило тревожное сообщение, что в том же приходе на той же самой улице погиб еще один человек при тех же самых обстоятельствах. И люди снова засудачили. И засудачили с еще большей тревогой. В феврале сводки умерших людей стали резко отличаться от тех, что были в прошлом году, и это насторожило людей. Все прекрасно понимали, что многие сгинувшие от чумы попросту не попадали в официальную статистику, так как никто не хотел учинять паники и привлекать к себе и своему приходу немилость в лице чиновников, отвечающих за карантинные меры. И если в конце декабря обычное число умерших было в пределах 200-250 человек, то ближе к февралю эта цифра стала подбираться к отметке в 500 человек. Это обеспокоило даже тех, кто не был подвержен панике. Ведь эти цифры вплотную подбирались к цифрам предыдущего чумного мора 1656 года. Напряжение в обществе нарастало не по дням, а по часам. Люди в спешке покидали западную часть Лондона. Бесчисленные телеги и фургоны запланили улицы, а в них женщины, слуги, дети и прочие необходимые для проживания в изоляции скарбы. Многочисленные очереди у резиденции лорда мэра выстраивались за получением справки о состоянии здоровья, без которой было невозможно проезжать через города и тем более останавливаться в гостиницах. То было ужасное, гнетущее зрелище. А так как я был принужден смотреть на него с утра и до вечера из окна, потому что ничего другого за этой толпой не было видно, я предался мрачнейшим размышлениям о грядущих несчастьях, ожидающих город и о незавидном положении тех, кто в нем останется. Покидали город все, кто только мог себе это позволить. Вся знать, некоторые представители власти, купцы. Словом, те, кто мог себе это позволить. Особенно те, у кого были родственники в провинции или в других малонаселенных городах. Люди разбегались, как крысы с тонущего корабля в надежде, что чума их не догонит. И в некоторых случаях действительно так и было. Ведь в то время человечество хоть и обладало какими-то знаниями о чуме, все же самым верным лекарством было бежать от нее подальше в какую-нибудь глухомань, где шансы того, что болезнь туда проберется, приближались к нулю. Лондон в те времена был идеальным городом для подобного рода заболеваний. В городе царила антисанитария. Весь мусор и отходы выливались и вываливались прямо на узкие темные улочки. В городе стояла просто невыносимая вонь. Особенно в окрестностях, куда вывозился мусор со всего города и просто оставлялся там, чтобы гнить. Тысячи и тысячи домов, которые топились углем, а также бесконечные фабрики и заводы, которые также загрязняли воздух. Нищие, а также рабочие всех мастей были вынуждены ютиться в грязных трущобах. Вся эта атмосфера просто идеально подходила для стремительного распространения заразы. И эта зараза не заставила себя долго ждать. Чума с окраин постепенно, как туча, стала надвигаться на город. В неделю в разных приходах количество умерших от чумы резко возросло. В некоторых приходах количество достигало тысячи человек в неделю. И чем жарче становилось, тем казалось больше людей погибало. Город изменился до неузнаваемости. Облик города сильно изменился. Грусть и печаль читались у всех на лицах. И хотя некоторые районы города еще не были затронуты, все выглядели глубоко встревоженными. И так как все мы видели, что зараза приближается, каждый считал себя и свою семью в величайшей опасности. Если бы только возможно было точно изобразить то время для тех, кто не пережил его, и дать читателю правильное представление об ужасе, обуявшим горожан, это и теперь произвело бы глубокое впечатление и исполнило людей удивлением и трепетом. Можно без преувеличения сказать, что весь Лондон был в слезах. Плакальщицы не кружили по улицам. Никто не носил траур и не шил специальных одежд. Даже чтобы почтить память самых близких усопших. Но плач стоял повсюду. Вопли женщин и детей у окон и дверей жилищ, где умирали или, быть может, только что умерли их ближайшие родственники, разносились столь часто, стоило только выйти на улицу, что надорвалось бы и самое твердокаменное сердце. Плач и причитания раздавались почти в каждом доме, особенно в начале мора, потому что позднее сердца ожесточились, так как смерть была постоянно у всех пред глазами. И люди утратили способность сокрушаться потерей близких и друзей, ежечасно ожидая, что их самих постигает та же участь. Некоторые районы города и вовсе стали напоминать смерть. И не потому, что они вовсе вымерли или были заперты принудительно администрацией города. Когда я говорю о целых рядах запертых домов, то вовсе не имею в виду, что они были заперты по распоряжению магистрата. Просто множество народу уехало вслед за двором по долгу службы. Другие же покинули город из страха заразиться, так что некоторые улицы стали совсем заброшенными. Еще до самого разгара эпидемии народ был запуган настолько, что многие, оказалось, потеряли чувствительность к этой поистине ужасающей угрозе. Но испуг у жителей Сити был не так уж силен. Это был отвлеченный страх, если можно так сказать. И, скорее всего, именно потому, что вначале народ обуял прямо-таки неописуемый ужас. Однако, как я говорил, первое время болезнь довольно часто затухала. Люди начинали тревожиться, а потом вновь успокаивались. И так несколько раз к ряду, пока все не привыкли настолько, что даже когда разгорелась сильнейшая вспышка, так как она не сразу распространилась на Сити, восточные и южные районы города люди начали помаленьку храбриться. И я бы сказал, черстветь. Но давайте вернемся в начало этого бедствия и взглянем на пугающее настроение и заблуждение, гулявшее тогда в народе. Ни для кого не будет удивлением заявление, что в те времена люди были более набожны, чем сейчас. Особенно в минуты бедствия, которыми, как им тогда казалось, управляла рука Господня. Или не Господня. Предрассудков, в общем, хватало. Как и разных пророчеств, предзнаменований и знаков свыше. За год до всех этих печальных событий в небе над Лондоном наблюдали падающую комету, которая как бы предсказывала все эти ужасы и бедствия. Затем еще через год люди наблюдали еще одну такую же, но уже перед Великим Лондонским пожаром. Конечно, не все были подвержены предрассудкам, особенно интеллигенция, но как бы простой люд впадал в истерику и при этом. Люди верили буквально всему подряд. Ведьмины сказки, вещи сны, астрологические пророчества и так далее. В прессе выходили издания, которые с регулярной периодичностью предсказывали гибель города. Вышло и несколько так называемых религиозных книг. Одна под названием «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Другая – «Благое предупреждение». Еще одна озаглавленная «Напоминание Британии» и многие другие, все или почти все предсказывающие явно или косвенно гибель города. Да что там, некоторые вошли в такой раж, что бегали по улицам города с устными предсказаниями, утверждая, будто они посланы проповедовать в столицу. Особенно один. Подобно Ионя в Неневии кричал на улицах. Еще сорок дней и Лондону конец. Люди массово приходили в ужас от подобных изданий. Особенно, когда информацию подкрепляли официальными сводками смертей, которые публиковались каждую неделю. Так, безрассудны, как в те дни, лондонцы, наверное, не были никогда. Услуги разных гадалок стали невероятно популярны у горожан. «Не менее невежественные и тупые в своих размышлениях, чем ранее безрассудные и озверело озлобленные. Они, обыватели, под влиянием страха шли на любые безумства. И, как уже говорилось выше, бегали по колдунам, ведьмам и прочим обманщикам, чтобы узнать свою судьбу. А те еще подогревали их страхи и держали их в состоянии постоянной тревоги и ожидания, чтобы и дальше морочить им голову и набивать себе карманы. Они, как одержимые, устремлялись за каждым знахарем и шарлатаном, за каждой практикующей старушкой в поисках лекарств и снадобий. Они пичкали себя таким количеством пилюль, микстуры и предохраняющих средств, как их называли, что не только швыряли деньги на ветер, но и заблаговременно из страха заразы отравляли себя, ослабляя свой организм перед началом чумы, вместо того, чтобы укреплять его». В преддверии чумы популярны стали разного рода городские сумасшедшие, которые во всем искали тревожные предсказания и с исключительным усердием принимались их трактовать. Простой люд собирался толпами вокруг таких провидцев, которые узрели в облаках ужасное знамение. «Однажды, кажется, в первых числах марта, еще до начала чумы, если не считать двух вышеназванных случаев в Сент-Джайлсе, я увидел толпу на улице. Подошел к ней из любопытства и обнаружил, что все уставились в небо, надеясь разглядеть то, что только что ясно увидела одна женщина. А именно, ангела в белых одеждах с огненным мечом в руках, размахивающего им над головой. Женщина многословно описывала каждую подробность фигуры, ее движения и очертания. А бедняги слушали ее так охотно, с такой готовностью. «Да я тоже его вижу», — сказал один. «Меч вырисовывается совсем явственно». Другой увидел ангела. Третий четко разглядел его лицо и воскликнул. «Какое великолепное зрелище!» Один видел то, другой — сё. «Я также честно вглядывался в небо, как и остальные, но, возможно, не с такой готовностью подчиниться внушению. И, должен признаться, я не увидел ровно ничего, кроме белого облака, позлащённого с одного края, прятавшимся за ним солнцем». Некоторые книги с пугающими предсказаниями даже запрещали публиковать, а некоторых калекуш, наводивших ужас на толпу, даже арестовывали. Но ни к чему более такие меры не привели, так как никто не хотел гневать распаленные умы обывателей. Народ в те времена хватался буквально за каждую соломинку в стремлении хоть как-то объяснить или предсказать ход течения эпидемии. Но, увы, всё это было бессмысленно. Чума не была послушной зверюшкой шарлатанов, и когда прорицания не сбывались, а врать становилось бессмысленно, те просто собирали вещи и направлялись в провинции, где их ещё никто не знал. Увы, как тогда, так и сейчас люди легко впадали в конспирологический, астрологический или мистический угар. Что-то уходит, а что-то приходит, а что-то и вовсе остаётся на века. У страха глаза не только велики, но они ещё обладают изрядной долей фантазии и доверия. Впрочем, ошибочные суждения выносили и на уровне городского управления. Из-за заблуждения о том, что чуму по домам разносят именно домашние животные, кошки и собаки, руководство города приняло решение уничтожить всех кошек и собак в городе. И я не сказал бы, что запуганные горожане были против этих мер. Было убито просто громадное количество домашних питомцев. Помнится, они называли 40 тысяч собак и в 5 раз больше кошек. Редкий дом обходился без кошки, а кое-где их было по 5-6 штук. Это решение только с первого взгляда кажется разумным. Если чуму разносят именно крысиные блохи, то они вполне могут жить и на домашних животных. Но это только на первый взгляд. Лишившись всех кошек, которые контролировали бы популяцию грызунов, горожане только ускорили распространение чумы. Так как чума в первую очередь распространяется с крысиными блохами. А если популяцию грызунов никто не регулирует, то как бы и чуму никто не сдерживает. Впрочем, тогда никто понятия не имел, что чуму распространяют именно блохи. Решение избавиться от домашних животных было совершенно интуитивным. Ведь в то время единственным научным объяснением распространения болезни было предположение, что чума передается человеку по воздуху вместе со зловонными миазмами. И чтобы этому препятствовать, среди населения было принято раскуривать разные травы и окуривать помещения. В один момент даже рекомендовалось курить табак в целях профилактики заражения чумой. Конечно, эффект, если от этого и был, то только обратный. И тут я говорю сейчас не только о вреде курения самого табака. Помимо него существовало еще огромное количество самых разнообразных средств, куда более токсичных. Впрочем, страшна была не только сама болезнь, но и ее последствия для экономики города. Пострадали не только те, кто вынужден был бросать все и бежать из города, но и те, кто в итоге оставался без работы, без крова и без расчета на лучшее будущее. Все ремесленники, особенно те, что были заняты в не самых необходимых отраслях промышленности, сапожники, шляпники, ткачи, столяры-краснодеревщики и их подмастерья вмиг распрощались со своей работой. Все эти и многие другие люди в один миг лишились своих заработков, а вместе с ним и домов, так как были не в силах оплачивать аренду. И если бы не гуманитарная помощь руководства города и других состоятельных граждан, порядок в Лондоне было бы сложно поддерживать из-за взбунтовавшихся бедняков. Также прекратилась торговля, связанная с речным и морским судоходством, так как никто не решался снарядить команды на дальнее и даже ближнее плавание. Все отрасли, связанные со строительством или ремонтом, огромное количество домов в городе и вовсе стояли бесхозные, покинутые своими хозяевами. Без работы остались орды обслуги, которых хозяева не взяли с собой. Пусть любой представит себе бедственное положение города, если внезапно все эти люди лишатся работы. Труд их станет не нужен, а жалование получать будет не за что. А именно так в то время у нас и получилось. И если бы не огромные суммы пожертвований благородных людей, как внутри страны, так и за ее пределами, мэру и шерифам не удалось бы поддерживать общественное спокойствие. Особый интерес привлекают к себе меры и указы правительства города, изданные для предотвращения распространения заболевания. Они были довольно проработанными, хоть и не лишенные уязвимостей, так как я напомню, что тогда, как и долгие годы спустя, люди просто не подозревали, что именно вызывает чуму. Но все же меры были довольно продуманными. Одно из важных, на мой взгляд, это запирание домов. Если кто-либо навестит больного чумой, или же самовольно, без разрешения пойдет в дом, где обитает чума, его собственный дом будет на несколько дней заперт по распоряжению наблюдателя. На дверях таких домов тут же наносился красный крест с надписью «Господи, смилуйся над нами». Всем обитателям дома запрещалось из него выходить, а всем посторонним, собственно, заходить, кроме приставленных к нему сторожей и сиделок. Сиделки, понятное дело, приглядывали за больными, а вот сторожа должны были наблюдать за домом и следить, чтобы его никто не покидал и никто лишний в дом не заходил. Они дежурили сменами, один днем, другой ночью, и обязаны были выполнять все просьбы домочадцев, доставлять продукты, ходить за доктором и так далее. Причем отдельная роль была отведена женщинам-смотрящим. Они ходили по домам и осматривали больных и ставили им диагноз. На их должность нанимали в основном женщин, причем женщин с отличной репутацией и даже с рекомендациями. При этом существовала и практически аналогичная должность, при которой человек должен был посещать приходы и докладывать о том, сколько в данном приходе заразившихся чумой. При обнаружении больного он должен был сообщить констеблю, чтобы тот принял меры, запер дом на карантин и так далее. Также запрещено было продавать зараженные вещи или вообще любые вещи из зараженных домов. А те вещи, которые оставались, должны были пройти окуривание или проветривание. Понятное дело, это не помогало. Но так хотя бы был шанс, что вещами начнут пользоваться не сразу после заразных людей. Также были выпущены постановления, немного несвойственные Лондону как городу, а именно держать улицы в чистоте. Мусорщики должны были ежедневно убирать мусор от домов, а помойки и навозные кучи должны были быть перенесены за пределы города. А разного рода увеселительные мероприятия, где было возможно массовое скопление народу, запрещались. Представления, травля медведей, игры, состязания с мечом и щитом в руках, пение баллад на улицах и другие увеселения, приводящие к скоплению народа, полностью запрещаются. А нарушившие этот приказ сурово наказываются олдерменам соответствующего участка. Хотя все меры по предотвращению распространения заразы были приняты, это не слишком уж и помогало, так как никто понятия не имел, как чума передается. Уже к разгару лета чума постепенно как туча стала двигаться все дальше и дальше на восток, приближаясь к центральным районам Лондона. Счет смертей стал расти не по дням, а по часам. Уже в центральной части Лондона, ближе к августу, почти не осталось нетронутых улочек. Чума пришла практически в каждый дом, косвенно или же прямо, влияя на жизни людей. В разгар эпидемии просто-напросто перестали бить в колкол, когда кто-либо умирал. Погибших было слишком много. Непрерывный похоронный звон лишь омрачал бы и так упадочный настрой горожан. От этой традиции решили на время отказаться. Места на кладбищах также стали заканчиваться, да и куда там. Погибших было настолько много, что никто даже и не думал проводить какие-либо обряды погребения, да и кто рискнул бы их соблюдать в такое непростое время. Почти в каждом приходе стали появляться своеобразные ямы, куда просто-напросто сбрасывались трупы без какого-либо разбора. Знатный это был человек или же простолюдин. Ну и жуткая была яма. Я не мог сдержать своего любопытства и не взглянуть на нее. Насколько могу судить, она была около 40 футов в длину и 15-16 футов в ширину, и футов 9 глубиной, когда я впервые заглянул в нее. Но говорили, что позднее ее раскопали в глубину одного из краев чуть не на 20 футов, пока не дошли до воды и не вынуждены были остановиться. Кажется, к этому времени в приходе вырыли несколько таких ям. Причем эти ямы иногда были настолько глубокими, что горожане даже начали возмущаться. Мол, церковный староста собрался схоронить в этих котлованах весь приход. Но они часто оказывались правы, пугающе правы в своих расчетах. Один из таких котлованов вырыли в начале сентября, в расчете, что его хватит на несколько месяцев, а может даже и больше. Яму закончили рыть, полагаю, 4 сентября. И где-то 6 сентября в ней начали хоронить. А к 20 сентября, то есть ровно через две недели, когда в нее сбросили 1114 тел, пришлось остановить дальнейшие захоронения. Так как тела лежали уже лишь в 6 футах от поверхности. Как вы понимаете, эти ямы должны были постепенно наполняться. И это происходило поначалу днем. Извозчики, проезжая по улицам, останавливались у каждого дома, помеченного крестом. И кричали, выносите своих мертвецов. И тогда родственники выносили тела. Но позже этот обряд немного видоизменился. Его стали проводить ночью, чтобы не пугать горожан колонной из телег, везущих мертвецов. Также существовало распоряжение ни в коем случае не пускать людей к погребальным ямам. Это делалось не столько из-за того, что люди в порыве горя могли свалиться в яму и заразить себя и других. Но еще из-за того, что многие больные в порыве бреда приходили к ямам и сбрасывались туда, чтобы там впоследствии умереть. Но когда погребальщики приблизились к яме, они заметили мужчину, закутанного в коричневый плащ. Он ходил из стороны в сторону в каком-то полубредовом состоянии и размахивал руками под плащом, так что погребальщики сразу столпились вокруг него. Он молча ходил взад-вперед и лишь глубоко вздыхал, будто сердце его разрывалось от горя. Потом дважды громко простонал. Когда погребальщики подошли к нему, обнаружилось, что он не из тех, кто доведен до отчаяния болезнью и не повредился в уме, но погружен в глубочайшую скорбь, ибо жену и детей его как раз привезли на телеге, а он шел за нею, предавшись горю. Он оплакивал их всем сердцем, это было ясно, но держался, как подобает мужчине, не давая воле слезам, и спокойно возражая погребальщикам, просил оставить его в покое. Сказал, что хочет лишь посмотреть, как тела опустят в яму, а потом уйдет. Так что они перестали докучать ему. Но как только телега подъехала, и тела стали без разбору сбрасывать в яму, что было для него неожиданностью, ведь он надеялся, что каждого пристойно опустят в могилу, хотя позднее ему объяснили, что это не имеет смысла. Повторяю, как только он увидел все это, он не в силах доли сдерживаться, зарыдал в голос. Неспокойно было и в самом городе. Чума, как лесной пожар, переползала с дома на дом. Больные в бреду часто вырвались наружу, минуя сторожей и направляясь к реке, чтобы умерить свою боль. Другие же не ощущали признаков болезни, и лишь когда чума наносила свой последний удар, падали замертво прямо на улице. Незавидная участь ждала и тех, кого лечили доктора. Ведь самым распространенным способом лечения было вскрытие бубонов. Только тогда у больных появлялся шанс на жизнь. Утрубные стоны и истошенные вопли рвались из окон соседних домов. Прогулка по такому городу действительно не позволяла наслаждаться пением соловьев. Горожане все чаще заперялись в домах, медленно теряя надежду на то, что болезнь хоть когда-нибудь оставит их в покое. Ближе к сентябрю 1665 года чума стала набирать поистине ужасающие обороты. По данным официальных сводок жертв чумы, с 8 августа по 10 октября в городе погибло 50 тысяч человек. И это только по официальным сводкам. Неофициально же эту цифру можно было еще на порядок повысить. Так как при такой колоссальной смертности и при том факте, что все захоронения делались по ночам, говорить о точном подсчете тел было бессмысленно. В некоторых приходах на счет даже времени не было. А по наблюдениям Натаниэля Ходжеса, знаменитого в те годы врача, эту цифру стоило бы скорректировать до 12 тысяч. И все это в пределах одного города. Запирание домов было спорной мерой против распространения болезни. С одной стороны, это пресекало возможность пациентов, находившихся в бреду, свободно гулять по улицам города. Ведь порой они не просто покидали дома, они еще и совершали опасные действия в отношении прохожих. Кто-то вообще терял голову и нападал на людей, кто-то просил милостыню. А вместе с этим они все служили прекрасным маршрутным такси для чумы. Поэтому удержание больных дома в некотором роде снижало скорость распространения болезней. Однако, как мы уже знаем, главным мостом между человечеством и чумой были блохи. А их вовсе и не удержишь заколоченными дверями. С другой стороны, как только запирался очередной дом, на смерть обрекалась вся семья, включая здоровых ее членов. Домочадцы были вынуждены делить кровь с зачумленными, от которых они заражались и сами. Так горожане вымирали целыми семьями. И чума была не единственной опасностью такой строгой изоляции. Люди болели и другими заболеваниями, вплоть даже до цинги. Как видно, метод противостояния болезней спорный, но крайне распространенный. Это явление было настолько частой практикой, что на одной улице могло быть заперто до половины домов. А это огромное количество, особенно для такого густонаселенного города, как Лондон. Вместе с карантинными запираниями на время эпидемии появились и свои профессии. Очень широко был представлен рынок труда, в то время такими незаменимыми кадрами, как сторожа и сиделки. Если брать в учет, что каждому дому было представлено два сторожа, которые работали посменно, один днем, а другой ночью, так же и с сиделками, то выходит, что одна небольшая улица могла обеспечивать рабочими местами около сотни, а то и больше человек. И это было даже хорошо, ведь на время эпидемии своей работы лишилось огромное количество горожан. Это помогло не умереть с голоду довольно-таки многим людям. Но и у этой медали было две стороны. Среди сторожей и сиделок было много нечестных и бессовестных людей. Сторожа нередко превышали свои полномочия и вступали в прямые конфликты с домочадцами. А сиделки были склонны к мелкому воровству и мошенничеству. После огромного числа недовольств от людей, пребывающих в карантине, на роль сиделок и вовсе стали набирать людей только по рекомендациям. Что по поводу самой чумы, историки предполагают, что виной всему купцы. Что в Лондон чуму завезли из Голландии, где всего за год до печальных событий в Лондоне та же болезнь выкосила там 50 тысяч человек. Эта вспышка стала последней серьезной эпидемией чумы в Великобритании. Из 460 тысяч жителей погибло около 100 тысяч человек. С приходом зимы болезнь стала сбавлять обороты. Не весной следующего года люди стали потихоньку возвращаться в город. А в феврале в город вернулся и сам король. В 1666 году сам лорд-канцлер писал. Улицы полны народа, биржа переполнена, люди были как никогда многочисленны. Местами чума еще давала о себе знать, но главную точку эпидемии положил великий лондонский пожар 1666 года. Он стер с лица земли практически весь город. Все строения, особенно в центральной части Лондона, пришлось отстраивать заново. Считается, что после пожара локальные вспышки чумы полностью прекратили свое существование. Ведь вместе с домами сгинули и крысы с блохами, что переносили чуму. Болезнь ушла на покой со зрелищными, так сказать, спецэффектами. Эта эпидемия была одной из самых страшных и разрушительных в истории человечества и особенно в истории Великобритании. Она кардинально изменила облик города, его жителей и самое главное отношение этих жителей к смерти. Времена, когда каждый день рискует стать началом конца, не могут просто так пройти бесследно. Это важный, пусть и очень суровый урок, который нельзя просто взять и забыть. Надеюсь, с помощью этого ролика вы тоже открыли для себя что-то значимое. Иначе зачем я вообще всем этим занимаюсь? А у меня на этом все. С вами был я, Луни. Спасибо вам большое за просмотр. Также спасибо всем тем, кто поддерживает меня донатами на Патреоне, на Бусти. Вы очень большие молодцы. Без вас этого контента не существовало бы. Подписывайтесь на мой второй исторический канал, который называется Архивариус. На нем уже выходят исторические ролики и даже чаще, чем здесь. Также подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка будет в описании, и на паблик Олега Булдакова. Огромную благодарность хотелось бы выразить ему за озвучку закадрового текста. Также прошу подписаться вас на его паблик с аудиокнигами. Особенно советую серию книг Рика Янси, ученик монстролога в его исполнении. Я сам только что дослушал Кровавый остров, чему очень рад. И да, если будете слушать эту серию, то слушайте по хронологии. А то будет не совсем понятно, что к чему. Ну а для всех тех, кто посмотрел этот ролик и у него появилось желание кинуть в меня денежкой, все ссылочки будут в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok